Орнитологический парк Сочи. Зелёный уголок в центре Эмеретинской низменности. Сегодня это место обитания многих редких видов растений и животных пополнилось новыми посадками. 15 оливковых деревьев высадили в рамках выездного заседания Совета молодых специалистов группы «Лукоил». Это уникальная возможность, я думаю, для каждого из нас посадить дерево в Сочи и, так скажем, оставить свою частичку. Я думаю, что каждый из моих коллег будет с гордостью вспоминать вот это замечательное событие и благодарить каждый раз компанию, которая даёт нам такие уникальные возможности. Почётными гостями акции, которую приурочили к Году экологии в России, стали вице-премьер правительства страны Ольга Голодец, губернатор края Вениамин Кондразиев и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Когда здесь закладывался огромный Олимпийский парк, то было обещано, что для птиц сохранится орнитологический парк. И сегодня мы с вами привнесём свой труд, свою часть нашей любви к природе и заложим новую часть парка для того, чтобы он развивался на радость нашим потомкам. Почётные гости тоже оставили свой зелёный автограф в орнитопарке, высадив несколько оливковых деревьев. Как отметил вице-президент Лукойла Анатолий Москаленко, в нефтяной компании уделяется большое внимание вопросам экологической безопасности. Есть выбросов нет врезных, поэтому это экологически чистые дни. Олива живёт не от двух тысяч лет. Не солью, а не двести, а не от двух тысяч лет. И я уверен, что не только наши пра-правнуки, а пра-пра-пра-пра-пра вместе повезёт, если будет хорошо, оно будет хорошо, ещё смогут оливки идти попробовать. После того, как аллея была заложена, участники акции вместе с воспитанниками образовательного центра «Сириус» повязали на деревья ленточки и загадали желание. Каждый своё. Ну а одно общее на всех, чтобы Сочи всегда оставался таким же зелёным и цветущим. Инга Габеши, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.